Итак, Ирина, конечно, легенды ходят про это растение. Единственное, что самим не нужно пытаться приготовить такого формата следствия, потому что для этого существуют научные центры, такие как ваш. Расскажите, пожалуйста, от каких бед помогает? Ну, во-первых, действительно, не стоит, может быть, самим, потому что места произрастания, особенно вокруг крупных городов, экологически неблагоприятных, ну, совершенно не стоит крапиву собирать вот здесь. Это работает на, это произрастает на Алтае, и крапива – уникальное растение, которое богато микро-макроэлементами, витаминами, биологически активными компонентами. И крапива рекомендуется для диет, которые направлены на снижение веса. Вот это очень актуальный вопрос, согласитесь, Женя. Всегда актуальный, я согласна. А почему? Потому что крапива влияет на углеводный обмен, на жировой обмен, влияет на регуляцию или выработку собственного инсулина. Поэтому экстракт крапивы, опять же, повторюсь, это густой экстракт, сгущенный сок крапивы, который применяется даже для профилактики сахарного диабета. То есть это вот как раз всё взаимосвязано – углеводный обмен, жировой обмен, снижение массы тела и так далее. Кроме того, активное железо, которое входит в состав крапивы, повышает количество эритроцитов, то есть повышает гемоглобин. И согласитесь, это применимо для всех, от мал до велика. Конечно. Вот это такое показание. Дальше. Благодаря хлорофилу экстракт крапивы обладает стимулирующим, тонизирующим, противовоспалительным действием. Это повышает работоспособность, применяется при астенических состояниях, то есть когда усталость, большие нагрузки физические, умственные. Это практически всех касается сейчас. Абсолютно. Поэтому все проблемы, которые вы, Ирина, сейчас перечислили, они все отзываются живо в нашем сердце, потому что все мы в тот или иной момент жизни через эти проблемы проходим. Это для внутреннего приема? Да, для внутреннего приема. Как принимать будем? Пол чайной ложечки, чайную ложечку можно растворить в полстакана воды и выпивать три раза в день до еды, за 15-20 минут до еды. Я бы сказала, еще вот одно направление применения крапивы, это крапива улучшает лактацию. Согласитесь, улучшение лактации, улучшение стимуляции выработки собственного молока для новорожденных. Но это просто незаменимое. Это очень важно, это самое важное. Да, это самое важное. Лучшего питания для новорожденного, чем молочко, мамочкино, еще никто не придумал.